здравствуйте и добро пожаловать на канал у вас фори беларусь я с фори это never winter nights 2 здесь мы снова продвигаемся в нашем небольшом приключении которая растянулась уже какие-то может быть на год но мы подбираемся к концу нам нужно еще заключить множество альянсов множество альянсов и этим мы и займемся потому что хотя в прошлый раз у нас уже были некоторые достижения однако можно заключить и другие союзы я со своей стороны предлагаю заняться сегодня людьми ящерами ну и выполнить здесь может быть какие-то работы замковые работы замковые я наверное буду пропускать и не показывать их особо в видео потому что мы в принципе все восстановили а эти небольшие микро квесты по отправлению людей на кем задания они не то чтобы очень много внимания заслуживают обновил я немного нашу компанию на этот раз с нами дорогой полозинчик не знаю хорошая ли идея но давайте его отправим по крайней мере на одну миссию дорога наша лежит видимо в хайклифф о боге они убьют нас всех беги гера кричит зачем я не брошу тебя зачем мои одни здесь помогите люди ящеры убьют всех путешественников если бы не привлечете их внимание окей какие у нас варианты насмешка сразитесь с нами грязные ящеры мы добавим ваши шкуры в наша коллекция но давайте давайте успех удалось привлечь внимание замечательно значит теперь они побегут к нам это неплохо я кину благословление пока что и мы тут посмотрим и что-нибудь окей вроде бы кастом заклинание окей так я еще должен пора еще сделать хорошо очень даже мы кинем сюда счастье а здесь да как насчет огненной бури вы хотите поближе к нам подойти конечно можете но я бы не рекомендовал все еще один я думаю мы его добьем альянс с людьми ящерами не задался я не могу поверить в нашу удачу ты уже в третий раз приходишь к нам на помощь говорит гера ты спасла моего сына моего мужа а теперь и нас всех мы никогда не сможем расплатиться с тобой мы можем предложить тебе только нашу благодарность твоей благодарности более чем достаточно твоя доброта просто поразительно говорит гера я не хочу осложнять тебе жизнь но мы должны сообщить другим на хайклифф напали враги это правда однажды в город пришли люди ящеры и разбили лагерь на южной стороне они никого не выпускают но почему-то оставили северный выход открытым почему они это сделали мы не знаем почему они еще не ворвались в город возможно они пытаются разделить нас чтобы с нами легче было справиться нам повезло многие остались в хайклиффе им нужна помощь пожалуйста спаси этих людей посмотрим что мы можем сделать у тебя в самом деле благородная душа похоже ты набралась опыта со времен нашей последней встречи но думаю с тех пор я и сам набрался храбрости если бы не твоя храбрость сегодня я бы потеряла все что мне дорого говорит гера нам нечего заплатить тебе но где бы мы не оказались всюду мы будем рассказывать о твоих подвигах окей хорошо рандомные путешественники тоже есть ну ладно а мы посмотрим безусловно что происходит и какого черта происходит но не раньше того как мы посмотрим на ящеров и их трофеи артефакты не то чтобы самые эпичные на кое-что любопытное есть из кольца защиты плюс 3 есть плащ защиты плюс 3 они из много окненных стрел которые мне не особо нужны ну и по мелочи всяких побряку шик похуже колечко я отдал нашему дорогому паладину у которого было кольцо на защиту плюс 2 а стало плюс 3 так что сильно эта ситуация не улучшила но мы продвигаемся вперед и дела немножко лучше чем были раньше пойдем хайклиф похоже здесь немного пусто говорит нишка однако на улицах нет следов битвы замечает же их и людей ящеров тоже похоже город не было такого как вам удалось выжить удивляется страж хайклифа люди ящера нападают на всех кто идет с севера наверное кто-то сообщил о нашей беде вы пришли помочь нам до гера и зачем рассказали мне о том что здесь происходит значит они выжили а я уже решил что все погибли пожалуйста идите в центр города и поговорите со старейшиной мы и нам он все объяснит окей кто-то здесь остался но не так чтобы много договорились еще одна бедная марин мы так больше не можем вам и не нужно мы решим ваши проблемы ты твое лицо мне знакомо ты вернулась в хайклиф как раз вовремя надеюсь ты пришла чтобы помочь нам расскажи мне где находятся люди ящеры их лагерь находится к югу от хайклифа но их укрепление находится прямо на окраине города нам удалось захватить одного из них но пока он не сообщил ничего полезного возможно мне удастся уговорить пленного и положить конец кровопролития согласен возможно это просто недоразумение должен быть способ уладить дело без кровопролития замечает косовир пожалуйста мы устроили тюрьму в старом загоне что здесь произошло мы не знаем просто однажды люди ящеры появились на южной окраине города они так и не вошли сам хайклиф они просто заняли позиции стали строить укрепление большинство из нас отступила в северную часть города когда эти твари блокировали само ущелье и теперь мы не можем подойти к воде а где все жители мы уже собирались уезжать и тут появились люди ящеры многие решили бежать из города прежде чем нам придется иметь дело и с тенью и с ящерами вскоре после этого мы стали получать сообщение о засадах на дороге мы не знаем сколько жителей осталось в живых у нас не было выбора вы могли либо бежать на север и попасть в засаду либо остаться здесь и умереть голоду какие будут рекомендации похоже люди ящеры не склонны вести переговоры но возможно они послушают более опытного воина вроде тебя если бы я только знал что им нужно рент говорит у нас мало времени до и запасов тоже но я все же надеюсь что мои товары принесли пользу мне кажется что они устроили эту ловушку не просто так но я не знаю зачем именно отмечает старейшина моим не волнуйся мы не уйдем пока не позаботимся о вашей безопасности да это так мы даем тебе слово спасибо мы надеемся на тебя договорились договорились и я понемножку влияю на касавира может быть зачем-нибудь мне это пригодится в нашей финальной битве смертельный или не очень так ну нам не так понимаю сюда нужно лагерь людей ящеров так что сохранимся и пойдем где-то той дорогой а при смерти ящеры походи-ка а до того как мы отправимся туда может быть стоит посмотреть на тот загон до какой-то старый где он пленный человек ящер может быть он знает что-нибудь так 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 он при смерти воск окей это его имя но у меня есть кое-какие средства чтобы его вылечить это он еще сдохнет процессе этот человек ящер обессилен и истекает кровью ясно что он нуждается в медицинской помощи я все вспоминаю форт локи замечает нишка мы же не собираемся пытать его верно раны глубокие говорит его не будем лечить его если нет то он долго не протянет нам нужно лечить его это опасные раны соглашается кассовир знай он идет по последней дороге его путешествие подходит к концу говорит джефф кряхтит ласк ты в сознании да он находится при смерти позволь мне исцелить его или хотя бы перевязать раны мне больно видеть как он страдает мне тоже это не нравится мы вылечим его спасибо ты да пожалуйста это лучшее что можно сделать кроме того мы могли бы превратить врагов союзника правда правда ну я и сам могу его вылечить и думаю средний проходит не хватит но может быть все еще одно и ага давайте обновим наше заклинание мои заклинания и поговорим а он заодно тоже отдохнет подлечить раны и человека ящего ну я вообще-то уже ноги ты помогаешь ласка почему я не позволю беззащитным умирать но мне нужно знать зачем ты здесь хайклифф наш древний дом теплокровные отобрали его у племен теперь мы заберем его обратно но хаклив далеко от твоей древней родины топи говорит элони когда-то вся земля здесь болото болото племени рассказывает бата нам прошлое племени здесь больше нет болот зачем это твоему народу эта земля племени она не принадлежит теплокровным так говорит бата он говорит за племя и говорит за духов он вождь он шаман знание шаманы ведь редко бывают вождями верно бата необычный шаман он имеет махущественную силу и магию смотреть в будущее бата может как он может видеть будущее бата великий пророк все слова сбываются о болоте умирающим он говорит о великой тьме теплокровные бегут на север он говорит не должно племя бояться все слова правда более баты держать теплокровных здесь часть будущего он видит почему бы это такой махущественный ласк секреты племени чужакам не говорит дипломатия мы просто пытаемся понять твой народ успех может ты следуешь за батой тоже если понимаешь ласк неуверенный знает что бата когда шаман с тенями танцует в болоте тени духов предков большую мудрость и силу дают бате тени не духи бата заблуждается что ты знаешь о болоте племени бата показывает силу духов какими силами он обладает бата сильный сильнее всех остальных племени сильнее любого теплокровного имеет мощную магию никто не остановит бату заглянуть в разум найти правду бата может но только если разум открыть ему он по крайней мере поговорить с нами поговорить бата с тем у кого осколок носителя осколка батар ждет что ты знаешь об осколках и о том кто их носит спрашивает джаев откуда он знает что осколки придут не говорит бата только он видит видит но я снова потерял сознание он больше не может оставаться в сознании силы его покинули это последний вопрос который мы можем его задать говорит илоне ну по крайней мере мы что-то узнали не то чтобы это многое прояснило но похоже этот бата который и шаман и лидер и вождь он связался с тенями а тени вы знаете на чей стороне каратеней так что нам придется как-то этот конфликт разрешать не факт что мирно но смотрим может удастся минимизировать урон всеобщий так но мы пойдем дальше может быть мы с ними поговорим человек ящер носитель осколка носитель осколка здесь бата говорил ты придешь он хочет говорить с носителем осколка зачем вы здесь бата ответит приходит скоро он ты жди здесь слон я знаю тебя ты помогаешь а ну раньше помогаешь спасать племя слон почему ты напал на жителей хайклифа у мать перемирия не хочет слон но бата говорит должны мы для блага племен сильные племена теперь из-за баты мы можем жить даже если болота нет но не хочет вредить хайклифу слон слон и племя стоят и охраняют дерутся с человеками только когда должны воевать совсем не нужно мы можем действовать сообща верит тебе слон поговорить с батой когда придет он бата знает что делать он приходит бата тишина бата должен разобраться с носителем осколка носите осколка я видел тебя в моих видениях твое лицо знакомо мне это лицо того кто определить судьбу моего племени у тебя редкий талант замечает его не как ты научился общению между разумами я получил много даров чтобы я смог встретить тебя сегодня почему вы осадили эту деревню потому что здесь находится ты духе предков сказали мне что так будет и так стало мы позволили нескольким людям бежать на север чтобы они могли позвать на помощь и теперь я стою перед носителем осколка откуда ты знаешь кто я мои видения рассказывают мне о многих вещах о будущем о прошлом о многих слоях настоящего всегда я вижу осколок твой осколок твоя рада это рано моей страны она всегда в моих видениях а теперь моя страна в тени воды отравлены солнце закуталась в ночь и не может согреть нас я знаю что ты в ответе за это и поэтому я ждал тебя значит ты вождь этих людей ящеров я возглавляю все племена людей ящеров они присоединились ко мне потому что духе предков даровали мне силу наши предки увидели опустошение нашей страны и пришли ко мне в сердце болот они наполнили мои сновидениями того что будет я видел гибель моего народа и поэтому я стал сосудом гнева моих сородичей во мне ты видишь волю всех людей ящеров а что тебе нужно от меня я хотел своими глазами увидеть носителя осколка я пришел сказать тебе что мы не смиримся с такой судьбой с нашей гибелью я вырву лезвие с твоей груди прежде чем утопить тебя в этом черном волосе этот осколок невиновен в твоих бедствиях я видел путь этого лезвия своих видениях она оставила открытую рану на этой земле дабы она не шло за ней следует тени возможно ты просто глупо ты носишь кусок металла в своей груди но не знаешь насколько близок он к твоему сердцу мы оба сражаемся против одного врага единственные враги это те которые украли нашу землю и отравили ее откуда ты знаешь что твоим видением можно доверять видение всегда сбываются наши предки даровали мне мудрость вас сказал что ты общаешься с тенями тени недухи тебя использует некая великая сила невозможно у твоего народа много имен для вещей которых вы не понимаете с джиев замечает мой разум силен но он видит не того врага твой враг король теней который покрыл твою землю тьмой невозможно по крайней мере я так думал я не верю тебе но я не могу и отрицать мои сомнения но у меня были видения я чувствовал присутствие предков а твои слова только слышал посмотрим сколько истины заключено в твоих словах если я заблуждаюсь если я стал слугой великого зла то ты легко справишься со мной смысл был в том чтобы избежать кровопролития не подходите я докажу силу моего народа готовься к бою носитель осколка окей хорошо договорились мы как все вместе будем сажаться или только некоторые из нас ну во первых наверное не мешало бы мне отойти в сторону несколько правда но до этого я хотел бы кинуть по-быстрому благословление ты кинешь на себя защитку а потом наверное что-нибудь типа вот этого так ты дорогая призовешь свое существо новых у нас уже прямо здесь полами ты возьмешь свой волшебный меч и ауру славы ну а нишка просто умеется вперед так он обернулся в элементаре но у меня тоже наверно будет какой-то элементарь но конечно это плохо спору нет а тоже воздушный что-то как бывает давай давай теперь еще сюда я отойду дальше и мы это дело проклянем а тем временем чтобы такого сделать удар я не совсем уверен насколько эти критические раны элементарем таким вот формам будут наносить вообще хоть какой-нибудь урон но пытаться стоит разве чары куда-нибудь сюда так нам нужно разбраться с элементарем да да это нифига нехорошо всеобщее а мы тем временем атакуем элементаря ух ты еще раз я тем временем попробуем наших ских исцелять безупречный алхимический огонь окей договорились энергетический цикл так древний воздушный элементарь ранен а вот бата здоров вспышка за вспышкой теперь мы извлечим нашего питомца пока он не отдал конце это кто это бата он трансформировался кроме того мы добавим щит и будем по ним ногу лечиться и будем по ним ногу лечиться лед черт возьми так это враждебные товарищи окей договорились давайте стражи пытаться отправить этот свет на себя наложим руки я подозреваю что это лечение никогда паладин не пользовался я ему тоже в фоне помогу если конечно успеем так звездочку отправим туда играть раз и раз ряда ребята шли бываем проходи не стой здесь что и мать еще много лечения бата тяжело ранен это неплохо солнечный луч ну они не нежить но как-нибудь он на них повлиять я думаю давайте-ка нашим дорогим другу поможем я отойду и мы все-таки продолжим наконец-то я уж думал мне придет конец но нет счастью обошлось без этого ты победила меня и уничтожила надежды моего племени делай что хочешь защищайте вождя кричат эти ящеры стойте если я не могу победить их то никто из вас не сможет давай поговорим пожалуйста тогда что ты хочешь мы не хотим кровопролития мы сделаем все чтобы завоевать в твое доверие успех есть только один способ завоевать мое доверие открыть мне свой разум я загляну в твои мысли узнаю правду ты откроешь мне свой разум да почему нет в этом случае мне действительно нечего скрывать и мы сражаются против очень грозного противника не вот в этого противника грязнее и хуже тогда покончим с этим все равно моя жизнь в твоих руках в твоих мыслях я не вижу обмана но я видел разрывы в моих видениях я чуть было не уничтожил мой народ по воле нашего настоящего врага обрати эту силу против ее хозяина докажи королю теней его ошибку обратить против предателя его же оружие мое племя снова станет сильным да будет так мы будем сражаться плечом к плечу пока не уничтожим тень куда нам идти иди вместе с жителями хайклифа в крепость на перекрестке там мы дадим бой хорошо носитель осколка надеюсь что это станет началом нового дня для всех нас прежде чем уйти возьми эти вещи они были незаконно отняты у твоего народа мы исправим много ошибок вместе хорошо дневники наши обновлены я надеюсь что нибудь мы еще даже подберем да ну по крайней мере на продажу и мы заработали несколько очков свою копилку репутации не то что мне нужны эти щиты плюс один тем более легкие чего-то они стоят а значит это уже неплохо здрасте ребята у меня для вас хорошие новости мы видели бой что произошло пришлось немного поработать но теперь наши враги стали нашими союзниками слава богам хайклифе сейчас немного жителей но они все благодарят тебя что теперь можно сделать люди ящеры не уходят одни помогут вам в вашем путешествии и присоединяться к нам в крепости на перекрестке какие странные настали времена мы немедленно приступим к духовке говорю тебя хаклиф могут забыть но твои подвиги нет договорились я не думаю что они мне с чем не будем скажут а по крайней мере стоило отчитаться не правда ли по поводу того что происходит и к счастью это небольшая проблема устранена ну что же мы вернулись на наше место постоянной дислокации я даже потратил некоторое количество денег чтобы обновить часть снаряжения нашей группы например наш паладин получил новый щит который поможет ему защитить себя от некоторых стихий мы обзавелись новым союзником и на этом в принципе можно и остановиться у нас еще есть варианты с альянсами союзами возможно в процессе мы также сможем найти еще немного подходящего снаряжения которое сгодится не только на продажу и в таком ключе события у нас будут продолжаться своими впечатлениями от игры вы можете поделиться в секции комментариев под этим видео там же вы можете оставить и советы без крупных спойлеров если вам видео понравилось то вы знаете что делать всегда помогает когда вы делитесь моими эпизодами в социальных сетях с вами был ласта фуари с канала ласта фуари беларусь до встречи в следующий раз и спасибо за просмотр а